здравствуйте дорогие ровно месяц не виделись я по вам соскучилась к сожалению новости не только хорошие но тем не менее нам предстоит с вами очень много важных дел за время отпуска себе узнала много интересного есть нас аккаунты в социальных сетях сказочных чудаков которым заглядывают белочки поэтому пожалуйста доверяйте только официальной информации и не слушайте всякую ерунду официальная информация размещается у меня на странице на странице администрации города тынды а также муниципальных организаций учреждений поэтому доверяем только официальной информации достоверной сняты ограничения на этой неделе я возобновила прием по личным вопросам все специалисты в обычном режиме продолжают работать с гражданами поэтому обращайтесь телефон приемный 58 410 по этому же номеру вы можете записаться на прием по личным вопросам главе и ее заместителям она болевшим ну серьезная проблема которая волнует сегодня не только администрацию города но и всех вас это красная пресня действительно тяжело мы понимаем мы приносим извинения за такую ситуацию никто не мог предусмотреть что не будет у нас снега была надежда на то что снегом придавит дорога утрамбуется но тем не менее природа распорядилась по-другому сегодня очень пыльно еще раз приношу свои извинения но хочу вам сказать о том что поливать сегодня мы не можем очень много просьб поступает ко мне социальные сети не можем поливать мы сделаем каток вы за это нам спасибо не скажете поливать опять-таки с реагентами мы тоже не можем мы испортим вам и обувь и автомобили поэтому ждем когда потеплеет будет порядка минус 5 градусов и мы начнем полив красной пресни далее с подрядчиком практически в ежедневном режиме работаем вносим изменения в план график работ работа начнутся в середине апреля работы по замене и отработки канав водосточных далее мы немножко вносим изменения и подрядчик приступит к укладке первого слоя асфальта уже в начале мая соответственно планируем что в июне асфальт будет уже лежать поэтому давайте терпели дольше давайте еще немножко потерпим другого варианта сегодня нет еще раз повторяю проливать мы не можем будет каток по поводу распространения слухов фейковых о том что подрядчик красной пресни банкротится хочу сказать вам следующее давайте обращаться к достоверным источником информации никакого банкротства нет работаем в обычном режиме работаем по графику поэтому красной пресни у нас будет вне зависимости от повышения цены так далее этот объект мы обязаны доделать мы его сделаем серьезная проблема сегодня с повышением цен в магазинах у администрации права контролировать цены не имеется тем не менее мы сегодня заключили соглашение с пятью торговыми сетями о добровольном не повышение цен на продукты первой необходимости именно на молочные продукты и хлебобулочные изделия однако сегодня работает горячая линия федеральной антимонопольной службы которая следит за повышением цен и по вашим обращениям она будет разбираться телефон благовещенские 52 00 07 код 416 2 поэтому звоните пожалуйста по этому номеру в случае если предприниматели в магазинах если вы заметили что предприниматель магазинах повышают необоснованно цены еще одна серьезная проблема сегодня это вопрос с перерасчетом по теплоснабжению предварительно была договоренность о том что московское руководство ждк энергоресурс приедет в тынду числа 10 11 марта тем не менее сегодня дозвониться мы до них не можем местное руководство исполнительного директора пригласили на круглый стол записью в эфире местное руководство отказывается письменный запрос очень долго отрабатывали предоставили не всю информацию мы ее анализируем вчера состоялось заседание судебной в котором было вынесено решение и установлен факт недобросовестной работы ждк энергоресурс а именно специалистами администрации города тынды было доказано в суде что наш консессионер не должным образом исполняет свои обязанности к вопросу о том платить или не платить платить придется в любом случае но есть надежда еще еще хлипкая надежда имеется на то что все-таки вытащим мы из москвы руководства и решим вопрос с перерасчетом обратную сторону потому что действительно все знают что было очень холодно не только этой зимой но и прошлой что постоянные перебои в теплоснабжении были что не норм не нормативная температура подавалась дома поэтому хлипкая надежда есть еще но платить все равно в любом случае придется будем думать о том что может быть перерасчет если добровольно не согласятся будем судебном порядке это делать тем не менее поясняю что не быстро рассматривается суде такие дела и как вариант будем рассматривать расторжение договора а именно концессионного соглашения потому что действительно консессионер не исполняет должным образом свои обязанности это тоже скорее всего придется решать в судебном порядке поэтому запасаемся терпением проблему мы решаем но только в рамках закона сами понимаете самоуправством заниматься мы не можем на этой неделе мы закрыли переправу потому что пошла верховая вода и уже небезопасно ездить по льду судебном порядке решен вопрос помните скандальная история с возведением фундаментов в районе улицы школьной 2 на бывшей спортивной площадке значит вопрос в судебном порядке решен фундаменты будут сноситься и в дальнейшем мы по просьбе жильцов сделаем там спортивную площадку наконец-то нам муниципальную собственность из собственности российской федерации передали земельный участок в микрорайоне беленьком мы собирали многодетные семьи в актовом зале два года назад два года шла передача длительный процесс наконец-то нам передали этот земельный участок семьи согласны там строить себе жилье поэтому сейчас мы приступили к неживанию и в ближайшее время мы будем раздавать многодетным семьям безвозмездно разумеется нуждающимся жилье эти земельные участки земельных участков хватит и для других категорий но разумеется в первую очередь мы решаем вопросы с многодетными семьями далее любой желающий житель тынды сможет себе тоже там взять земельный участок под строительство индивидуального жилого дома серьезный вопрос переселением но есть хорошая новость валентина иванна матвиенко наличный контроль взяла переселение бамовцев поэтому есть надежда что в ближайшее время проделана нами была предварительно огромная работа по признанию домов аварийными мы должны вступить в ближайшее время еще в одну программу в рамках 185 федерального закона о фонде содействия реформированию жкх и таким образом новая программа позволит вам уважаемые жители временных поселков приобрести жилье самостоятельно то есть далее будет не администрация покупать а вы сами сегодня мы каждому очереднику готовим письма с разъяснениями что вы должны сделать как подготовиться к тому чтобы наличный счет принять деньги предупреждаю сразу придется вам потом отчитываться полгода будет дано на приобретение жилья что касается тех денег которые нам выделены из бюджета российской федерации это 61 миллион по цене 71 тысячи рублей за квадратный метр мы покупаем в этом году квартиру что касается вопросов отказа людей от жилья которые мы им купили я понимаю что хочется кому-то в центре города из евро ремонтом и так далее мы покупаем жилье на электронной площадке при допуске к торгам проверяются только документы квартир мы не видим есть там балкон нет балкона нет балкона это не повод отказываться от квартиры бараках тоже балконов нет насколько вы помните поэтому в этом году и я внесла изменения в постановление администрации подписала на днях те кто отказывается от приобретенного жилья они встают в конец очереди потому что злоупотреблять правом уже стали наши дорогие бамовцы а в основном люди которые молодые семьи которые приобрели за копейки это жилье в бараке и теперь пытаются выгодить себе максимально удобные условия то время как у нас ветераны бама строители остаются жить в бараках поэтому кто сегодня отказался тот до свидания в конец очереди идете в очереди напомню 1098 человек в ближайшее время после реализации этой программы будем решать вопрос и при поступлении денег значит направлять их вам на счета чтобы вы сами приобретали жилье поэтому ждите в ближайшее время вам придут из администрации письма с разъяснениями что надо делать для того чтобы получить субсидию на приобретение жилья взамен аварийного суд вынес решение относительно незаконного строительства второго этажа а именно кафе кавказ суд дал предпринимателю 9 месяцев на снос самовольного незаконного строения выполненного с нарушениями всевозможных строительных норм и правил одна женщина там уже сломала ногу поэтому если вы заботитесь о своем здоровье не надо посещать такие вот сомнительные заведения мы приступили к выплате подъемных в ближайшее время выплаты получат тренер из спортивной школы олимп 2 медицинских сестры из нашей больницы и два учителя начальной школы из школы номер 7 напоминаю что подъемные молодые специалисты получают в размере 300 тысяч рублей если у них высшее образование и со средним специальным образованием по 150 тысяч рублей подъемных сегодня на нашей лыжной базе проходит областная спартакиада по лыжным гонкам давайте поддержим нашу сильную команду пожелаем ей удачи и успеха и победы поддержать можно лично так что добро пожаловать на лыжную базу состоялся межрегиональный турнир на кубок мэра тынды по юноармейским навыкам называется юран юноармейская доблесть впервые мы его провели станет теперь это доброй традицией первое место заняла наша команда cdt организатору мероприятия и руководитель этой команды михаилу михайловичу капустин спасибо огромное жму руку вы молодцы ребята давайте будем традиционно ежегодно проводить такие замечательные соревнования среди юнормейцев определены 50 стипендиатов мэра одаренные дети спортсмены юнормейцы волонтеры талантливые ученики по будут получать по 1 тысячи рублей в течение шести месяцев напомню мы организуем центр развития особенных детей инициатива пришла от председателя думы совместно с инициативной группой родителей ребятишек с ограниченными возможностями мы отработали мы нашли спонсора спасибо российским железным дорогам порядка 4 миллионов рублей они вложили в оборудование которое было уже при при приобретено нам осталось из бюджета выделить 2 миллиона рублей на ремонт ремонт сегодня идет полным ходом ближайшее время мы откроем это замечательное учреждение и круглогодично особенные детки смогут там заниматься и развиваться владельцы инстаграма сделали возмутительное заявление они намерены снять ограничения по призывам к насильственным действиям в отношении наших соотечественников такой сложной ситуации мы должны быть едины и мы должны поддерживать нашу страну и наше правительство поэтому берегите себя ждем хороших новостей до следующей субботы субтитры создавал DimaTorzok